Музыка Приехала я в свою любимую теплицу Огроменная Ой, выбор Пошла, короче, гулять Пошла гулять, пошла выбирать Все для новых, для нового дома Ну, в общем, я подзатарилась Вообще, цены, конечно, обалдеть Как все дорого Но зато Вот у меня будет одна клумба готова Нужно будет потом приехать еще Рос купить Вот сейчас приценилась Можно будет посчитать Этот я вот купила уже на клумбу Скажем так Уже дизайн у меня проект был для этой клумбы Вот, а теперь нужно Еще две другие посчитать Ну, в общем, цены Ах вы Ну, зато смотрите, какая красота Красота У меня вон там где-то Ласкар спит Несчастный Мама пока, да, мама пока тут Шляется, неизвестно где Я вынужден на полу, как собака Валяться Добрый день Меня зовут Мария Сегодня у нас 15 апреля И я решила вернуться к съемкам Своих вышивальных недель Своей сборной солянки Почему сборная солянка? Потому что я показываю на протяжении недели Не только вышивку Показываю свои работы в парке Свою собаку Своего кота То есть, ну Мои Старые зрители Они в курсе О новом Вот объясняю Что такое сборная солянка Итак Задания 150 заданий вышивальщицы Теперь будут выходить у меня По 10 заданий В одной В одной серии Ну, просто потому что я Буду снимать сборные солянки Не знаю, смогу ли я каждую неделю Ну, хотя бы раз в две недели Сборную солянку Снимать Ну, постараюсь Тем более, у меня сейчас хорошая погода Я затариваюсь растениями Я разбиваю новые клумбы В общем Эта неделя, надеюсь, будет интересна Итак Сегодня я приступаю К вышивке вот этого сюжета От Терезы Когут Как раз от этого у меня сюжета Он у меня был в планах Мне дарила эту схему Моя вышивальная подруга Вот ткань тоже Вот она мне подарила Она на день рождения Мне сделала шикарный подарок Сертификат В Каза Чинина И вот я заказывала Как раз отрез на эту работу И Шелка Шелка На какую работу заказывала Я вам сейчас покажу В общем, ткань пришла Я ждала благоприятного дня Вот он сегодня благоприятный Как раз И получилось так Что мне выпало задание Что нужно его доставать Было начинать новую работу В общем, я начинаю А чем я занималась Сегодня с утра Я вам сейчас покажу В общем Я вышивала Вот этот сэмплерок Вы посмотрите Какое я сделала чудо-овечку Она вообще Эта овечка Вышивается мелкокрестиком Я мелкокрестиком Сделала ей только лапки Носик, глазик и хвостик Не хочу руки В кадр Потому что Работаю сейчас в парке Выгляжу отвратительно В общем, вот мелкокрестиком Она вообще сама вся мелкокрестиком Ну Я решила ее сделать Из фрузилков Посмотрите, какая прелесть Они Они овечка Ну это же просто Ух Вкусные Толстые Я почему решила Овечку вышить Потому что Я сомневаюсь Вот в подборе Вот этого цвета Вот этого вот И я подумала Что Не нужно вначале Вышить Всех животных Потому что Здесь человек Еще будет Пастух с конем Овечки Думаю Нужно будет Заполнить вначале Пространство горы А потом Я буду уже Зашивать Саму гору Я ее хочу Сделать разноцветной Но кто у меня Смотрел С танцев мориса Кто меня знает То есть Ну примерно Так же я хочу Сделать Там танцы мориса Я сделала Из трех цветов По-моему Она вообще Там гора Не зашивалась Или зашивалась Темным Темным пятном По-моему Там черным блоком Таким Я ее сделала Такими полосами Разноцветными И в общем Решила здесь Сделать так же Но чтобы Не ошибиться С подбором Цвета Я вот Решила Вначале Вышить животных И вчера Мне в голову Пришла мысль С подружкой Разговариваю Как раз Свет Привет Вот на этот Семплерок Как раз Я шелка Заказывала Я брала себе Зелененькие Потому что Как раз В связи с горой Чтобы Подбор Делать Хорошо И в общем Разговариваем Разговариваем Я сомневаюсь Вот в этом Вот цвете И она Говорит мне А ты как будешь Овечек делать Они же Мелкокрестиком И я думаю Да овечки Я говорю Ну я говорю Вроде Можно Сделать их Фузелками Чтобы она Такая была Овечка Букляшка И так засела Эта идея В голову Овечка Букляшка Что вот Сегодня я Прям с утра Кинулась Вышивать Овечку Ну согласитесь Она прикольная Получилась В общем Овечки у меня будут Такие Вот такие Пролосницы Такие будут Пролосницы Ну я его Весь вообще Переделываю Да Я и цвета Подбираю Сама И стежки Он вообще Вышивается Только крестик И петит Крестик Да Крестик Петит И И все А я вот уже Помудрила Я забор Сделала В одной Технике Домик В другой Теперь еще Вот Овечек Прелестниц В общем Не знаю Что получится Ну что-то получится Ну что-то получится Но он мне нравится Он мне безумно нравится Ну ладно Сейчас я В общем Закругляюсь И приступаю К новой работе Мне нужно Вот выжить 500 По заданию 500 крестиков На новом Процессе И после этого Я пойду В парк Снимаю вам В парке Свои Грядки В общем Снимаю Где хочу Разбивать Клумбу Вот здесь Ну конечно Видя здесь Ну вот Стихия Разгулялась Прошлой зимой Повалила деревья Сложили Закрыли Да Полинец Вот еще Не все Раскидали Не все Повозили В общем Хочу Вот здесь Начать Разбивать Клумбу Вокруг Вот этого Вазона Конечно Будет портить Мне весь вид Вот этот Пластик Ну куда Деваться И потом Вот здесь Вот Но это Не в этом Году Это однозначно Хочу Вот здесь Такой бордюр Из роз Сделать Ну сначала Нужно Чтоб нам Асфальт Выложили Грязюка Да Ляскар Да Ты рад Грязюке В общем Сейчас буду Выгружать Цветулечки Свои И Завтра Приступлю Конечно Сразу Не будет Такого Ау Потому что Еще нужно Будет Камушки Купить Красивые Для декора Нужно Будет До конца Разобраться Вот В свалке Ну Пока Вот погода Хорошая Нужно Воспользоваться То одни дожди Одни дожди Итак Для истории Земля отвратительная Вспахивали Трактором Потому что Куча Вот такая Прям везде Вот И тоже Часть Вынесли То есть Выбивали Корневещи Выбирали Ху Задохнулась Выбирали Всякую Фигню И вот Землю Здесь Купить Машиной Я не знаю Уже все Объекала Я не могу Купить Мне надо Несколько Тон Я не могу Купить Приходится Покупать Вот Такую Землю За За Самая первая Цена Короче Самая дешевая И вот Сейчас Заполняю Яму Выравниваю Сейчас Будем Натягивать Уже Вазу Посадила Будем Натягивать Купить Зараза на свежем процессе оформила все очень легко организовала то есть у меня схема как мне нравится схема тарезы не такие хорошего качества типография в общем сделала я фотокопии и у меня оказались все нитки тмс в наличии просто все которые нужны ну красота ну просто красота потом выписывала когда как называется схема когда начала то есть обычной организации такое дело думаю как же схема называется пошла рассмотреть перевод родственные души а я думаю ой ну какие тут подружки моднички такие обе попы красивые павлины на этих красивых поп вазон шикарный птелочек в общем приступила я к вышивке вот этой схемы не нужна какая-нибудь легкая схема с минимальной организации чтобы вот с собой брать куда бы я не ходила с собой пройти здесь получается прям как раз она такая какая мне нужна то есть такая маленькая маленькая красивенькая красивенькая но она простая достаточно очень достаточно простая что платишки все не сейчас вообще тут учет одним одним то он не зашивается 939 в общем задание я сделала завтра знаете что я хочу сделать сейчас я вам покажу в общем показываю это сетка вот на такую натянула я сетку купила себе нам в школе выдавали я себе еще купила на ним буду тренироваться я крючок вот не держал в руках а на сетке вообще никогда не вышивала и вот вышиваем вот такими обычными нитками номер 50 китаец тоже и сейчас ну не сейчас а вот завтра буду тренироваться наверное в обед покажу вам потом что я натренируюсь вот ниточки какие да вот номер 50 100 метров то есть в школе будем делать новую технику осваивать именно на сетке и вот и белый он правда сказал нам уже какую-нибудь черненькую трипулечку с собой убрать чтобы на колени укладывали чтобы можно было видеть сетку иначе ну вот иначе вот без глаз останемся прилетали ко мне птички на балкон прилетали чирикали гуляли-гуляли по балкону верещали думаю ой ну раз они такие прям пивуньи надо мне купить будет кормушечку корм и вот их кормить в общем я купила я повесила три дня висит хоть бы одна зараза прилетела они теперь вот везде только не у меня посмотрите как дрон цветет красавица вот у нас цветет потом начну другие рады рон цвести в общем обязательно покажу ну вот ну вот как вот это называется я потратилась я вложилась и в еду в кормушку они теперь не прилетают хочу показать вам как я продвинулась сегодня сэмплер у нас не вторник до вторника вот я только вечером пушевала только вечером 1700 петитов я сделал в общем это много ну конечно здесь сразу сумма набивается на фоне то есть он выполняется одним цветом да это петит и напоминаю вышиваю шелком на габелиновой сетке через одну ниточку при плетении до 2 нитки сложение шелка в общем и вот за счет фона конечно вот это вот все сразу набегает так что мне сегодня у меня вот вот это вот прибавилось дошила я улиточку здесь вот я вышла фон вот сделалось дерево листик ножку то есть ну замечательные считаю продвинулась учитывать только то что я только вечером не утром в обед вообще не вышивала потому что сегодня в обед я немножечко позанималась линию вельским крючком вот вспомнила как им пользоваться после этого вот я в парке работала завтра если погода будет хорошей опять пойду в парк и надеюсь что завтра я уже свою клумбу добью я ее доделаю в общем покажу вам результат какая у меня клумбочка получается ну а сэмплеру вообще прелесть кстати подружка скидывает мне с флос-тюба американка там вышивает тоже этот сэмплер но это вообще небо и земля она вышивает его на темном лене сразу вот такой темный лен но я так понимаю и она взяла это для того чтобы не вышивать фон то есть она фон не вышивает она вышивает вот сами элементы да потом вот вместо груша она здесь птичку вышила и вы знаете он 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 вообще другой стал он просто потерял во первых я не знаю для чего она может экономия времени может экономия ниток потому что понятно да фон шелком зашивать здесь конечно ай-яй сколько моточков надо хотя с другой стороны этот сэмплер можно и в дмс вышивать вот это более бюджетный вариант будет ну дело не в этом дело в том что он вообще по другому стал смотреться за счет того что фон уже не такой он не такой яркий он какой-то стал знаете так блёк ленький ну не знаю мне кажется здесь вот именно должна быть полная зашивка потому что он действительно как гобелин старинный да вот который ткали они там вышивали вот эти старинные гобелины то есть полная зашивка должна быть в общем посмотрела я на это тело и сказала нет нет у меня краш получается скромная девушка дано сама себе не похвалишь никто не похвалишь но действительно мне нравится вот так больше кстати на фоне я здесь отдыхаю и так вышиваю прошла пошла фон позабивала вышивая пошла фон позабиваю и особенно вот очень приятно фон вышивать знаете уже когда поздненько и глазки в кучку уже баеки хотят берешь ниточку и вот ну что тут я контура дала да вот элементов и все и механическая такая зашивка фон идет туда-сюда ну в общем прелесть прелесть очень нравится мне этот сэмплер какой он все таки яркий а какая же красота ну и вообще конечно шелка они блестят но не передают конечно камеру ну шелк он же блестит хотя я вот вышиваю дмс да многоцветки обожаю дмс ну это вот первая работа которую такую полную зашивку я вышиваю шелком это я конечно ахнула ну ладно ну ладно зато красиво зато красиво ладно пошла я спать потому что у меня время уже один с вечера я отвыкла так поздно ложится я привыкла ложится часов в девять и часов пять уже у меня подъем а сегодня вот засиделось на кино про маньяков смотрела поэтому засиделось в общем увидимся с вами завтра я завтра должна клум буду делать сегодня с утра немножко повышевала вот этот сэмплерок показываю напоминаю как он выглядит вот такой вот он должен быть но у меня полнейшая отсебятина что я сделала я сегодня сделала вторую букляшу да вот вторую овечку у меня есть розиночка немножечко ну чё холосенький холосенький и начала вышивать я коником мы с подружкой пришли к выводу что это из трех богатырей конь юлий вашему вниманию юлий да похож похож в общем вчера начала вышивать юлия и вот это вот попонку у него вот это вот она выполняется мелкокрестиком хотя сам вот он крестиком но и овечки тоже полностью мелкокрестиком выполняется а у меня вон какие букляшечки модненькие у них только мордашки из мелкокрестика и ножки в общем ну и вышиваю я вот здесь и думаю а как же мне попонку надо попонку тоже как-нибудь красивенько сделать в общем шотландское шитье я использую то есть здесь не крестик здесь шотландское шитье думаю заметно да в общем вот такой у меня модный юлий модный юлий ну в общем я отключаюсь я вам похвасталась показывают дерево вот я переделывала оно вообще одним цветом листики выполняются светлым я сделала такое разноцветное дерево и светленький и темненькую листовую светленькую и темненькую листовую в общем поскакала я разбивать свою клумбу мне осталось немного напоминаю вот производитель Виктория Розн и называется Элли Смит 1841 прелесть прелестная в общем нужно сделать коня юлия пастуха довышивать овечек и после этого я буду заполнять уже непосредственно горку каким цветом определюсь уже тогда то есть вначале нужно выжать все элементы ну вот ребята показываю первая моя клумба она еще не доделана тихо тихо мне теперь еще нужно будет заказать ну тонну точно украшатель из таких камушек которые я вот раскидаю вот везде вот закрою пленку этими камушками и такие знаете большие красивые булыжники такие вот сложу тоже вот как-нибудь красивенько вот ну вот первую клумбу разбила конечно жалко что у меня сейчас вот это вот дело но от стихии никто не застрахован у нас был просто страшный ураган повалило кучу деревьев вообще вот эти вот нимфея у меня их три ведра они должны были быть вот в этом бассейне но так как у нас всю зиму ветрище дождище мы даже не не доразбирали вот после вот урагана вот эти вот то что у нас нападало беды то есть мы не доделали вообще зима выдалась тяжелая ну по разным таким причинам не только по погодным условиям поэтому мы не доделали и я думала ну а как мне надо из старого дома забрать у меня три красивых кустанин феи вот они уже взрослые ну куда там у меня бассейн еще не готов куда я планировала их запустить там надо делать его вычищать делать вот это вот укрытие чтобы вода не не испарялось скажем так не вытекала поэтому думала думала и вот ни в одном садовом магазине таких корыть не нашла нашла на амазоне одно единственное обрадовалась безумно но у меня сюда влезло всего одно ведро нюмфей у меня еще два ведра ну такие там специальные вот эти ведра для водных растений кашпо для водных растений в общем здесь у меня будет теперь по планам его здесь не было но теперь есть потому что мне нужно спасать нюмфей как говорится перевозить вот посадила еще сюда цветочки и да вот у меня здесь и почвопокровники хосты аром агапант там дальше у меня вот здесь вот и пиончики воткнула и астерия в общем да вот сейчас мышь отсюда представляете мышь отсюда выловила полевку то есть она бежала бежала бум ведро походу и но она уже такая была не живая не живая в общем собака у меня абсолютно счастливая он хвост как наяривает да ляскар ты любишь в саду работать с мячиком ляскар нул эмоций потому что он мячик лежит короче я отчиталась клумбочка вот такая но недоделанная недоделанная потому что теперь нужно заказывать ну тонну украшательств и плюс отдельно еще покупать красивые такие булыжники ну ничего со временем все сделается это только первое это только начало да потому что это действительно это это первые цветы которые я посадила в новом доме вот кстати вот арум я вырыла из старого дома этого это я оттуда принесла болеет сейчас видите потому что большие уже кусты но он быстро отходит в нашем регионе особенно он любит воду он любит влажность в воздухе и он конечно он может знаете даже вот так вот сейчас раз скинуть все листья а потом из корневища пойдет 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 очень быстро отходчивый цветок вообще благодарны я его люблю полгода цветет полгода вот он сейчас апрель вот у нее уже стрелы и он еще в сентябре будет цвести обожаю цветок обожаю ну в общем а я пошла сажать вот эти сейчас в кашпо и буду вот в такие вазоны это у меня вот такие которые спускаются растюхи и буду вот в такие вот вазоны сажать здесь я прям непосредственно вазон землю насыпала вот а там у меня вазоны могут переезжать потом поэтому землю сразу не могу в них насыпать буду в кашпо и кашпо ставить уже непосредственно в вазон скажем так вазон будет держать кашпо да пойду дальше досаживать погоды прям были какие-то деньки хорошие а сейчас опять такая погода фиговая сегодня с утра дождик был с ветром вот думаю получится меня сегодня посадить добить не получится ну вот получилось слава богу кромпочку отдадим сейчас решила вам показать чем хочу заняться ну иначе он так и будет валяться ребята честное слово так и будет вот у меня фонарик от мелхила все вышито его теперь надо собрать его теперь надо собрать его теперь надо сделать украшательства повесить в общем сейчас займусь сборкой мелхио пожелайте мне удачи а то он у меня уже лежит я не знаю сколько и все я ладно вот сейчас вот сейчас вот сейчас не в общем это вот тоже не показывают у меня домик цветочного эльфа такая заготовка вонючка уже прям открываешь коробку так такой неприятный запах стоит в общем видите вот у меня мелхио сейчас сегодня ничего не делаю погода шикарная по идее окнами партнером вот нет у меня сегодня обстоятельства складывается так что буду дома находиться буду находиться дома вот нужно собрать будет мне вот фонарик вот эти всякие украшательства здесь такие бусины интересные я все думаю куда мне их туда при это пришпандурить надо было не знаю здесь еще какая-то одна железненькая эти ну эти-то понятно эти вот они пойдут то есть сейчас надо собирать как не знаю не спрашивайте мне сейчас будем как-то разбираться с этим делом в инструкции все дела рассматривать а у меня вот здесь инструкция в общем они мне нравятся все в общем если я сейчас буду собирать громко ругаться матом то наверное это будет мой первый последний фонарик а если я нормально справлюсь с заданием то я наверное себе сделаю приятное куплю себе еще фонарик это все потому что они мне нравятся визуально но я вот их боюсь честно боюсь но я ни разу не делаю в принципе говорит можно и зайца научить курить да поэтому разобраться потому что легко все будет ну ладно попробовать нужно увидимся с вами попозже включение сделаю расскажу как дела у меня обстоят в общем девочки показываю сделала я фонарик собирала я его под мастер-класс там двухчасовой мастер-класс от анастасии штраус вот знаете вот просто на пальцах все вот разжевала в рот положила да нам осталось только проглотить как говорится потрясающий мастер-класс в общем собрала я под него мне все понравилось что тут заломились у меня немножечко ну ладно не важно в общем мне все понравилось у меня теперь другая беда девочки ну вот мне хочется теперь деньги потратить здесь же еще есть понимаете они же все классные я думала что собирать его сложно плюс ко всему вчера была на эфире и слушала Екатерина Екатерина из Беларуси девочки у Оксаны Демидовой был вчера эфир в общем она говорила что он десять часов потратил на сборку вот этого фонарика первого от Милхилл и думаю ой думаю ну надо наверное начать а то что он у меня лежит десять часов то я же я попью его потом собирать думаю потихонечку может сегодня два часа завтра два часа может так глядишь за пять дней то я и соберу его в общем всем рекомендую вот реально рекомендую МК Анастасия Штраус триста какое то у нее там видео потрясающе то есть я его смотрела онлайн ну вот прям прямым таким и прямым собирала не собирала единственно что я не крутила кординг я взяла нитку перле шелк авера суада у меня они есть и вот я ее просто пустила и все все остальное сделала как у нее так что вот лежал он у меня боялась я его и дальше полежал а теперь у меня прям вот желание потратить денежку в общем даже прям не знаю даже прям не знаю но он классный ребятам честно он классный нет прям очень 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 какая то у меня же Лёва везде Лёва же у меня просто везде ну очень мне понравился фонарик в общем наверное наверное придется мне маленечко подразориться вот ничто не предвещало трат вот лежала на меня боялась приступать дальше лежал нет мне выпало задание 150 заданий вышивальщицы поэтому начала его ну классный классный мне очень понравился делаю включение в общем у меня сегодня пятница вчера же я оформила сделала все-таки наконец-то свой фонарик и сегодня утром встала и у меня жуткое желание не вышивать а что-нибудь оформить в общем видите я взяла совершенно разные из каждого года потому что хочу оформить мне такие рандельки разноцветные заказывала на алиэкспресс и под каждую свои рандельки брала в общем сейчас все-таки у меня вот эти самые любимые вот честно вот это вот сочетание вот этого именно голубого цвета это мой самый любимый и вот видите какой рэнбол здесь я подобрала он тоже такой вообще шикарнейший рэнбол в общем решила заняться оформлением сегодня и вот смотрите уже нарезала вот тут такие заднички сейчас поеду в магазин вот для задничков у меня уже 2024 год вот делаю два слоя синтепона обычно я делаю три но здесь мне почему-то не хотелось мне кажется и так нормальный пухляш такой получается вот не стала делать я три будет вот такой вот задничек тоже пухляшка да вот петербродик вот такой вот петербродик на задник мне кажется будет хорошо конечно было бы кипельнее белого было бы лучше но не продают более более белый вот у меня есть более кремовый вот такой белый а вот что прям вот кипельно белый как вот такого нету ну ладно будет сочетаться вот вот с нитками перли будут с этими ниточками сочетаться задники так вот да они видите прям тон в тон ну ладно так что приступаю я к оформлению игрушек захотелось мне захотелось ну ну какой все таки вот этот самый классный честно вот цвет голубой вот это у меня розовый как бы передать ему он не такой вот ядовитый как он на камере и вот сиреневый сиреневый ура он передался вот у меня вот это обычно сиреневый передавался плохо нет тоже плохо он посветлее тоже тоже светлее вот сейчас смотрю сверху камера тоже нет не передается ну ладно в общем мы поняли мы поняли самые классные голубые в общем я приехала выбирать камушки и землю только сегодня с подружкой разговариваем Маша обрати внимание если у вас подаются стеклянные камушки тоже смотрится красиво я говорю ни разу не видела я у нас стеклянных камушек есть оказывается у нас есть в общем хочу купить вот один такой большой вот несколько вот таких они продаются по килограмму то есть вот эти вот весят 1 евро за килограмм вот это полтора евро за килограмм это вот тоже полтора евро за килограмм и вот Он вас как Камушки Да, конечно, стеклянные Смотрятся красиво Ну, что-то с моим Песой, который бегает У меня везде Страшноватенько Но красиво И плюс ко всему сейчас хотела Вот такой, думала, тонну купить Ой-ой-ой, цена чего-то Очень дорого Поэтому Сейчас пойду в другой витрине Показывать, что я выбрала Выбрала подешевле Ребята, вот честно Выбрала подешевле Потому что Ну, потому что Потому что над землю покупать Украшательство покупать Вот, поэтому Поэтому Короче, выбрала подешевле Вот Ну, вот про такие я камушки говорила Когда показывала Свою клумбу Вот ардуазом я украшала Уже у себя В старом доме Мне не очень нравится В него Больше забивается Чем вот Вот в такой вот Листва в него Скажем так Забивается больше Хотя, как вот он смотрится Ардуаз я очень люблю Очень люблю Ладно, пошла дальше Зато, ребята Я землю выбрала Представляете Я выбрала землю Искала Искала И нашла Вот мне Пообещали 13 тонн Привезти А мне как раз Сегодня розы пришли Пока вот я Елочные игрушки Собирала Не собрала еще У меня это Розы Я заказывала В питомнике Пришло 6 роз Сейчас вот Покажу, что выбрала Вот такие Вот Такой белый Беш Цена Вот зато На 108 А до этого Мне понравились Вот хотела Вот такие Но они по килограмму Получается Стоят Вот Видите 13,60 25 килограмм Считай Дорога Исключи, что мне тонн Нужно Вот Красота У меня уже Суббота Утро Сижу Пытаюсь Оформить Игрушки Выбираю Вот Между Голубеньким И прозрачным Мне и тут Этот вариант Нравится Честно Говорю А вот Сейчас Начала Вот с этой Игрушки Кстати Давайте Я вам покажу Смотрите Сидит Пти Слушает В общем Выбираю Начала Вот с этой Игрушки И взяла Вот такие Сейчас Распускала То есть Я их Вот сюда И они Прям вообще Слились Просто Вообще Не видно Было То есть Мне не понравилось Сейчас Достала У меня Вот есть Такой Посмотрела Вот Кстати Сюда Розовенький Вот это Тоже Хорошо Розовенькую Я хотела На розовую Где она У меня Вот Розовую Хотела На розовую Но она И сюда Вот Хорошо Легла На сиреневую Вот думаю Может Мне Вот На эту Сиреневую Вот эти Прозрачные Сделать Либо Сделать Беленькие Не знаю Прям Глава Пухнет Глава Пухнет Наверное Прозрачные Сделаем Сюда Вот так Вот Море Всего Море Всего Видите Какие Еще Есть у меня Красные Вот Стала Прикладывать И Не калашу Не Красивенько Сейчас Будет Сотографировать Подружкам Отправить С ним Посоветаться Ну Я Что-то Знаете Мне Вот И тот И тот Вариант Нравится Я думала Голубой Будет Темноват А Наоборот Выделяет Край Он же Не должен Быть Тон В тон Вот Потому Что Вот Сделать На сиреневом Тогда Вот Так Не было Печали Купила Баба Порося Сижу Теперь Мучаюсь С бусиками В общем Оформила Я Вот У меня Вот Такие Розовенькие Вот Такая У меня Сиреневенькая И Вот Такая У меня Голубенькая Прелесть Мне Прям Понравятся Они Такие Прям Льдинки Льдинки Льдинка Льдинка Скоро Май Пролестницы В общем Такая У меня Изнаночка Нужно Будет Мне Еще А Ткани Подкупить Ну Вот На Девять У меня Вот Хватит А На Слин Еще Нужно Будет Подкупить Прям Замечательно Вот Если Вот Сюда Вот И Чтобы На Другом Фоне Прям Хорошо Мне Нравится Как Получилось И Да И Вот Таких Бусин Я Еще Все Заказала Мне Вот Эти Бусин Прям Очень Понравились Они С Напылением То есть Они Вот Очень Хорошо Сочетаются Со Сваровским И Напомню Да Здесь У меня Сварики Здесь У меня Сварики А Здесь У меня Алиэкспресс В общем И Рандельки Я Тоже Покупала На Алиэкспресс Напомню Это У меня 8 Миллиметров Бисер У меня Тоха 8 А Рандельки 6 Миллиметров Бисер Тоха 8 Миллиметров 161 Номер Да Ну про лестницы И игрушечки Ну согласитесь Прямо Снежинки Льдинки Итак У меня Уже В воскресенье 21 Число С утра Я Повышевала Вот этот Сэмплерок У меня Прибавилась Птичка Тут Фон Зашивала Но здесь Конечно Когда Фон Начинаешь Зашивать Скорость Увеличивается Ой Пардон Это у меня Кот прыгнул И задел Рам В общем Скорость Увеличивается Прямо Моментально Берешь Нитку И шпаришь В общем Сейчас Ну вот Сегодня Я больше Уже Вышивать Не буду Потому что Сейчас Сяду Монтировать Видео Потом Поставлю На загрузку И пойду Работать В парке В своем Буду Разбивать Новые Кломбы В общем Вот есть Такой Парк Во Франции Лешиман Даля Рос Называется Парк Английских Рос Я Ездила Очень красиво Мне нравится Там Знаете Вот Кстати Вот идею Рядом с розами Сажать ливейники Я вот из этого парка Подчеркнула Просто Потрясающей Красоты Парк И Ну он далеко От меня находится Естественно Было там Всего лишь Один раз Ну Душу Вот запало Ну К чему я Это все Рассказываю При этом Парке Есть Магазин Онлайн То есть Есть Оффлайн Есть Онлайн Я Сказала Вот В магазине Заказала Себе Шесть Корней Они Прилетели Уже В них Привезли Так Что Я Сейчас Вот Буду Под Эти Розочки Разбивать Новые Клумбочки Сказала Себе Шесть Корней Пока Посажу Шесть Но Дальше Будет Видно Так Что Пока У меня Будет Грузиться Виню Я Буду Работать С Новыми Клумбами Так Что Я С вами Прощаюсь Следующий Наверное Видео У меня Будет Итоги За Апрель Месяц Я Думала 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 Скорее Всего Все Так Я Буду Выпускать По Пять Заданий Это Чисто Для Монтажа Я Име Ввиду 150 Заданий Вышивальщица Я Буду Выпускать По Пять Заданий Потому Что Иначе Я Буду Очень Долго Монтировать А Мне Не Хочется Терять Время На Монтаж Очень Много Мод И И Раз Раз Наверное В Нем Может Раз Две Недели Буду Выпускать Да Скорее Всего Раз Две Недели Буду Выпускать Солянку Наверное Сделаю Так Ну А я С вами Прощаюсь Всем Желаю Хорошего Дня Хорошего Настроения Крепкого Здоровья И до Скорых Встреч До Свидания Субтитры Субтитры